Друзья, я приветствую вас у себя на канале, мне очень приятно, что вы заглянули посмотреть какой-то новый рецептик. И сегодня я хочу рассказать и показать вам, как приготовить неимоверно нежное мясо для праздничного стола или просто так для вкусного ужина. И сегодня я буду использовать свиной карбонар, но можно таким образом готовить абсолютно любое мясо, как баранину, так и говядину и даже куриную грудку. Нарезаем вот таким вот образом, как на отбивные. Отправляем глубокую емкость, добавляем соль по вкусу и я добавляю паприку, но паприки добавляйте по вкусу, я добавила достаточно много, мне понравилось. Дальше идет перец по вкусу и чайная ложка острой горчицы, немножечко растительного масла и вот таким вот образом нужно все перемешать. Вы знаете, что этот рецепт не требует особого маринада, так как мясо само по себе получится очень вкусным. Смотрите дальше, что мы будем делать. Я все хорошенечко вот так намазала и оставила буквально на один часик при комнатной температуре. В принципе, его можно и замариновать с вечера или, например, с утра замариновать, а вечером готовить. Берем блюдо, в котором будете запекать. На дно я добавила немножечко растительного масла без запаха и сделала подушку из лука. И дальше собираем, так сказать, гармошку, кусочек мяса, кусочек или два лука. На этот рецепт уходит довольно-таки много лука, но он придаст сочность и аромат для этого блюда. Все, мяско сформировано и сверху, по желанию, я смазываю льняным маслом. Но, опять-таки, скажу, это на любителя. Если вы его не любите, смажьте просто обычным растительным маслом или даже оливковым, но льняное масло придает необычный вкус для этого блюда. И самое последнее, добавляем пиво. У меня в этот рецепт ушло пол-литра, но было бы вполне достаточно и 0,3. Но смотрите, чтобы форма, в которой вы пекаете, была покрыта пивом хотя бы на одну треть. Сверху накрываю пергаментом лишь для того, чтобы мясо сверху не подгорело. Все это отправляю в духовку, разогретую до 200 градусов на 1 час и 40 минут. И посмотрите за это время, какая румяная красота у нас получилась. Два раза я вынимала из духовки и таким вот образом поливала образовавшимся рассолом. Кстати, на этом этапе, когда вы вынули, можно попробовать рассол. Если вам недостаточно соли, можете еще добавить. И все, подаем на стол. Друзья, это мясо неимоверно сочное и очень нежное. Конечно же, вкус пива не ощутим, но вкус этого мяса тоже необычный. Мои гости оценили это мясо. Оно просто таяло во рту, получилось очень нежным, а самое главное, сохранила свою сочность. Ну что ж, мои дорогие, вот такой вот рецептик. Я надеюсь, что он найдет место на вашем праздничном столе. Если же так, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх. Я буду очень рада. До новых встреч, всем пока и приятного вам аппетита!